Мы фиксируем, как вы осуществляете процедуру. Девушка, ты что? Подождите, подождите. Что такое? Что она хватает телефон? Ты что телефон хватаешь? Ты что не попутала? Руки убери. Ты что? Ты что? Руки убери. Кто тронет меня, получит сдачу. Услышала? Услышала? Она у меня чуть не вырвала телефон. Еще раз говорю. Мне все русло попросили. Еще раз, не дай бог, кто-нибудь притронется к моему оборудованию. Либо ко мне притронется. Еще раз говорю, держи дистанцию от меня. Дистанцию от меня держи. Еще не дай бог, ты тронешь меня. Что случилось? Посмотрите, он вообще снимает. Он умеет воспроизводить? Мы имеем право снимать, но мы находимся при исполнении. Мы выполняем свою работу. Они снимают процедуру. Понимаете, их гроза? С моего согласия, логично. С моего согласия. Вы грамотки на оценив не имеете? Я работаю. Они в это место могут беспрепятственно пройти, правильно? Без масок нет. Давайте начнем с этого. Они пришли, вы меня ударили вообще. Это сотрудники полиции должны заниматься этим масками. Я полицию вызывала. Я хотела бы получить информацию по поводу вакцинации, как она у вас хранится, как она делается. То есть все, что вы рассказываете, в принципе, таким людям, как мы, которые... Когда не с камеры, а просто приходит пациент, сидит скромно, следует, ну, с рассказом. Вы мне сначала объясните, пожалуйста, я хочу посмотреть, если у вас документация, то, чем я буду колоться. Если на этой лицензии, я имею в виду, это полноправно. А вы думаете, в первичный пункт, здесь не будет лицензии, лицензия вся хранится в первой поликлинике. Пожалуйста, обращайтесь, мне это 41-9, пожалуйста. У нас сейчас просто возникает какое-то привлекание непонятное. Мы пришли задать несколько вопросов, и все. Без камеры это делается, и с налетами людей, понятно? Вы меня ударили, вы меня толкнули. Я попросила не снимать меня вот так вот в лицо. Вы меня толкнули и маками обложили. Для чего люди сюда приехали, постояли. Это все писалось, там такого не было, девушка. Я знаю, все видели. Не выявили, не надо, не прикидывая. Никто никого не видел. У вас никто. А вот вы, я вывели себе неправа. Да что вы? Однимали у человека камеру, да? Однимали? Причем очень познакомилась. А в лицо камера мне ответит, это максимально? Вы кто? Роспотребнадзор или Минздрав? Кто вы? Мы вам ответили, мы клиенты. Я вам пришла с тобой. Покажите документы мне свои сюда. Я вам не должна показать. А я вам не должна ничего предоставлять. Вот девушка, я предоставила документы. Мы пришли сюда получить конкретную услугу, либо информацию об услуге. А вот это вот, что происходит, это просто саботаж. Это попытка скрыть чего-то. Я вас сюда никто не пустил. Мы придем в следующий день. Нет, а вы уже постойте. Давайте начнем. Вы теперь стойте и слушайте. Селена, что мне еще делать? Не надо меня снимать, я еще раз говорю. Плач, пиши заявление. Да успокойся ты. Господи, тебе нужна вот эта эмоция. Вот это не рада, блядь. Конец рабочего дня. Успокойся. Уроды. Мы спокойны. Скорбления какие-то. Да как вы видите, как блядь. Девушка. Калкали меня, блядь. Да, вы не ду. И ничего. Скорбите на фамилии, имя, отчество. Давай, как я стою. На мае Владимир Владимирович записывается. Ну, да что тогда спрашиваете? Да, чтобы мне выделалось. Я хотела бы вызвать наряд. Я сейчас нахожусь в центре вакцинирования, в Моле. Мол, Мурманский торговый центр. Мне отказывают в обслуживании. Такому на банке сразу не выезжают? Нет, не объясняют. Вы не возражаете, чтобы росгвардейцы присутствовали при оглашении ваших персональных медицинских данных? Против. Против. Выйдите, пожалуйста. Нет. Подожди, нас уже вызвали сотрудники. Это желание клиента. Если вас вызвали, тогда... У меня клиентов нету. Мои клиенты никаких желаний не изъявляют. Втойте, пожалуйста. Я пригласил... Я слышал с первого раза. Решайте вопрос, а дальше мы уже будем... Почему бы я вас решать вопрос? Не решайте при меня, я вас не прошу. Выйдите, пожалуйста. Выйдите, вы тогда, пожалуйста. Вы вас... Чего вы на меня смотрите? А на кого мне смотреть? Не знаю, может, на кого... Я еще раз говорю, что я нахожусь с клиентом по его просьбе. Радуйся тогда. Радуйся, я говорю тогда. Почему радовался? Зачем меня пытается чувствовать? Я тебе еще раз говорю, чего ты от меня хочешь? Тебе сказали нет. Что нет? Объяснили, почему я здесь нахожусь? Какие вопросы могут быть? Все, решай свои вопросы. Тебя вызывали, решай вопросы. Я не грублю. А что вы сейчас... Если ты не понимаешь с первого раза, и тебе раз, сказали два раза покинуть это заведение. А кто такой, что меня отсюда угоняет? Тебе сказал клиент. Здесь оглашаются медицинские данные. Сейчас оглашаются кидоданные? Потому что вы мешаете данной процедуре. Работайте, служите точнее. Выходите, пожалуйста. На каком основании? Потому что я должен выяснить. Выясняйте. Вы мне мешаете. Я вам не мешаю. На данный момент вы нам мешаете. Вы мне мешаете. Я вас не вызывал. Решайте вопросы с тем человеком, который вас вызывал. Не собираюсь разговаривать. Не разговаривайте. Вы ко мне обращаетесь. Вам сделали замечание, чтобы вы вышли из кабинета. Вы отказываетесь. Дальше что? Ну все, решайте дальше вопрос. Добрый день. Сотрудник полиции, можете принять заявление на данного сотрудника Росгвардии за превышением своих должностных полномочий? Он сейчас препятствует медицинской процедуре. Называется вакцинация. Я так понимаю, что у вас нога сейчас доставят в отдел полиции. Там и напишите заявление. На каком основании мне кто-то куда-то доставит? Это первый вопрос. Вы кто? С кем я общаюсь? Представьтесь. Вы сотрудник полиции, да? Погодите, пожалуйста. Я хочу пообучаться с сотрудником Росгвардии. Хоти. А что значит? Хочи. Ничего не предстоит. Давайте будем стоять. Что я не знаю, что? Мы завтра придем, значит. Если сегодня у нас времени не хватит, значит завтра придем. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, у вас не видно. Что случилось? Ничего не случилось. Получаем процедуру вакцинации. Пришли ваши коллеги. Почему-то мешают этой процедуре. Документы на месте пока нету. Я готов. В общем доступе на сайте есть. Я сейчас не продаю общий доступ и не про сайт. Нет, нет. Вы в общем доступе. Не надо. То есть на пункте вакцинации документов нет. Я вам скажу. В общем доступе на сайте первой поликлиники. Есть вся документация. Любой человек вылечен. Вы в этом яшке должны посмотреть. Правильно я понял, что на пункте вакцинации документов никаких нет. Правильно я понял, потому что на данный момент интернет, он присутствует у нас здесь. Значит на пункте вакцинации документы присутствуют здесь. Нет. Вы неправильно поняли, Владимир Владимирович. Значит я сформулирую еще раз. Значит на бумажном носителе здесь на пункте вакцинации документов нету. Правильно я вас понял? предъявите лицензию тогда мы находимся проспект ленина 34 3 этаж торгового центра мол предъявите пожалуйста лицензию на вид деятельности вашей здесь еще раз задаю вопрос значит на пункте вакцинации документов нету правильно александр сергей у меня достаточно простой вопрос он может он на него можно ответить есть либо нету каждый вопрос у вас на пункте выдать покажите покажите открывайте интернет покажите вот я пришел к вам кто-либо другой и хочет ознакомиться с документами покажите вы говорите что у вас есть покажите вот данные по закупкам законов 44 фазе 223 все это данные закупки по вакцинам по всем этим все это есть на сайте все есть вот пожалуйста сайт 1 1 1 1 я понимаю что мы живем в 21 веке интернетом тому подобное сожалению нас некоторые населенные пункты даже газ не провели понимаете у нас люди не умеют некоторые пользоваться интернетом как правило вы видите видите кто здесь вакцинируется но у людей от этого вопросов меньше не становится значит есть требование законодательства что если услугу какую-то оказывают должны предоставить всю необходимую информацию есть закон о защите прав потребителей и так далее все должно быть здесь на месте продажи скажем так товаров либо услуг не в интернете где-то не еще что-то как-то а здесь и сейчас понимаете я до чего это фиксирует для того что завтра будет заявление в прокуратуру что мы зафиксировали что нету документов мы к вам обратились как конкретный пункт вакцинации и хотим получить здесь и сейчас я понимаю вы можете меня в москву направить министерство здравоохранения и тому подобное я туда не собираюсь идти я пришел сюда информацию должны получить здесь зачем этот вопрос был нет александра сергина вы нас услышали завтра примерно в это же время покажите лицо вашего пункта как вы работаете образцово как вы в чем одеты как вы себя ведете с клиентами все всего хорошего на данный момент нету все добро требуется время для того чтобы они осознали что нужно сделать так чтобы пункт соответствовал определенным требованиям так вот она вышла и я ей говорю кто она повод или кто у вас прерыв закончился как вас зовут девушка вы можете представить себе как вас зовут где ваш бейдж вы отказываетесь откуда вы это или что что у меня работают Возвращение в пункт вакцинации 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 Нигде они не скажут, что не покажут никакой нормативный документ, что без масок они такую информацию не предоставят. Но девушка, женщина согласилась одеть маску. У них последовало второе незаконное требование. Без видеокамеры, понимаете? Потом выключу видеокамеру. Потом скажут, без представителя моего доверителя, понимаете? То есть, патросит меня выгнать. Потом еще патросит что-то еще сделать. А потом скажут, что не задавайте лишние вопросы, понимаете? Вы так думаете. Я это вам консортирую факт. Только что два события сбылось. Маска. Сначала меня будет прогонять. Неужели так сложно? Вам же сказали, маску сейчас оденут. Они же сказали, выключите видеокамеру. Вы не хотите выключать. Хорошо, пускай она работает. Для них это нехорошо. Вы ответите на мои вопросы. Она добилась унижения человека. И все равно отказывает в услуги. Понимаете? В чем вы заключаете унижение человека? Помимо воли человека, его заставили делать то, что он не хочет. На то, что он имеет право. Понимаете? Он имеет право не одевать намордник. Мы не намордник. Мы не собаки. Да, да. Но есть люди, которые расценивают это как намордник. Потому что это не медицинская маска. На медицинскую маску должен быть сертификат безопасности. Пожалуйста, я хочу услышать ответ. Я сразу уйду. Я даже не буду занимать ваше время. Скажите, пожалуйста, вакцина на сегодняшний день является профилактической или все-таки идет исследование еще? Профилактическая. Какая конкретно вакцина на данный момент является профилактической? У нас все вакцины. То есть они все прошли постболее подробную информацию, вы знаете, у нас на Шмидта. Я сюда прихожу делать прививку. Вы должны предоставить мне здесь информацию. И по социальной защите, и по страховке в случае. Вы должны здесь страховку заключать. Просто вы не произносите этого слова. Вы говорите профилактическое, да? Если вот вы мне в тот раз предлагали зайти на открытый сайт, то, что есть в общем доступе на вашу поликлинику, на страничку, я вам тоже хочу порекомендовать. Зайдите, пожалуйста, в реестр лекарственных препаратов и посмотрите, какая из вакцин на сегодняшний день прошла до конца постклинические, доклинические испытания. То есть то, что вы сейчас говорите, получается, это ложь. Скажите, пожалуйста, какая вакцина на сегодняшний день, которые здесь у вас есть, которые вы колете людей, прошла пострегистрационное исследование, которое полностью закончилось исследование? Все или одна какая-то только? Или несколько? Чтобы не выбрать для себя, какая вакцина прошла уже испытание? Александр Васильевич, вот нам нужно зафиксировать, и мы уйдем. Я вам обещаю, мы уйдем. Сейчас вот этот вот работник, медработник, произнесет то, что он сказал, только с юридической точки зрения, чтобы можно было его привлечь к ответственности за заведомо ложную информацию. Не то, что мы будем читать, а именно она обязана, соответственно, федеральным законам, предоставить необходимую информацию. Вот пускай она назовет, какая вакцина название, и что она прошла испытание. Вас интересует вот это, да? Мне интересуют конкретные фразы этого работника. Их интересовали название вакцин, да, вот. Гамм, ковид, лак. Они это все знают. А эта вакцина прошла испытание? Я говорю, обратитесь в свою информацию, пожалуйста. Ну вы же колите, вы же знаете, что вы колите. Свою информацию, пожалуйста. Вы обязаны мне ее на месте предоставить. Вот я вам сейчас, вот я уже согласна колоться. Я хочу знать, какая вакцина сейчас на данный момент является профилактической. Вы с вами поговорим. Вы с вами поговорим, мы с вами поговорим, мы выберем все, что мы хотим. Я еще пока не решила. Смотрите, я одеваю маску, и вы мне отвечаете. Вот даже по правилам. Смотрите. Нет, у меня должен быть человек, который зафиксирует. Возможно, вы мне дадите заведомо ложный... Я здесь способна, но мне нужен представитель, который должен зафиксировать все по моей просьбе. Ну, в принципе, тут... Я заявление просто. Нам предоставили папку, информацию нам не предоставили. Что в этой папке мы не знаем. В этой папке информация когда? Давайте посмотрим. Вот то же самое. Вот первый вопрос был такой, да, вот у вас, да? Название вакцин, да? Вот, вот. Характеристики вакцин, противопоказания, применение и все так далее. Так, хорошо, хранение. Это первый вопрос, да? Нет. Прошло ли оно испытание? Вот что у меня, понимаете? Тут где пишется? Эксперты пришли, что после завершения лечения, комментарии, отсутствуют теоретические предпосылки для повышения риска. Просто так, здесь нет информации, где написано, что... Мы не дочитали до конца. Я быстро читаю, пациент в группе наиболее, комментарии гриппа, комментарии онкологические, это не то. Ковивак. То есть вы видите, в принципе, нигде не пишется, да? Абсолютно нигде не пишется, что... Прошли, сохраняя ли нет. Да, есть у нас замечательный сайт, который находится у нас в общем доступе. Смотрите, я вам даже поделюсь с вами. Это называется «Реестр лекарственных средств». Вот мы его сейчас открываем, и он онлайн работает. Посмотрите, вот все вакцины, которые есть, да? А теперь смотрим. Вот только одна завершена, проводится исследование, проводится, 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 проводится. Но это правдила информацию у вас? Это сайт «Госминздрав.ру». Да, то есть это все онлайн информация, она обновляется. Вот, государственный реестр, пожалуйста, лекарственных средств. Ну а теперь... Хорошо. Значит, подождите, значит, чему нам верить? Вот то, что у вас на гаджете, или вот, я так понимаю, это официальное... Это для людей, которые думают, что они пришли делать профилактическую прививку. Но судя по реестру государственных... Девушка же вам ответила на вопрос, что это профилактическая прививка. Она сказала, это профилактическая. Нет, это экспериментальная. Она вводит в это взлуждение. Это же возбуждение вас вводит. Именно это мы пришли сюда зафиксировать. И вот эта прививка является тогда, когда везде будет написано «Завершено». Прошло испытание, я понимаю, я понимаю. Завершено, завершено. Понимаете? А на сегодняшний день, если вы откроете нашу государственную книгу законов ФЗ-61, пункт 43-44, и прочитаете его даже бегло, вам станет все понятно. Человек, который идет на вакцинацию непрофилактической экспериментальной вакциной, должен быть полностью ознакомлен со страховыми случаями. И на месте получения вакцины должны быть страховые заключения договора. Людей должны ознакомить и сказать честно, что вы сейчас являетесь испытуемым. Ясно, экспериментально. То есть нигде я не увидела слово «добровольцы». Нигде. Получается, что я сейчас подпишу вот эти все документы и окажусь мышью. Правильно? Ну, с вашей стороны, с вашей точки зрения. Со стороны закона, федерального закона. Со стороны закона, не знаю. Со стороны федерального закона. То есть если в этом сомневаться, значит у нас законы, собственно, тогда, как говорят, не работают. Если мы эту сторону не рассматриваем. Правильно? Ну, это ваше мнение такое, да. Нет, увы, вот ваш какой-то закон, вот как человек, нарушается. Вы смотрите так, нарушено ФЗ, такое-то, такое-то. Вы по отношению к себе как будете расценивать? С вашей стороны нарушается или все-таки со стороны законодательства есть какие-то нарушения? Если он нарушается, если он нарушается, то, конечно, со стороны законодательства. Ни одно условие, которое там описано, при введении экспериментальных вакцин и лекарственных средств, оно не выполнено. Вот где вы здесь видите, что это? Ну, пока не видно. Вы видите? Вы ничего не увидите, потому что кроме профилактической вакцины там ничего не пишется. Нам не решено экспериментальное, а должны писать. Это нарушение наших прав. Прием. Если там что-то найдете, я буду благодарна. Но вот я не нашла. В отношении гражданина, значит, Мамаева, будет составлен административный протокол за нахождение без маски в общественном месте. В соответствии. А ты кто? Я вам уже представился. Когда? Когда я к вам подошел и представился. Что-то в спину мне дышал, что ли? Это? Хорошо, я вам еще раз представлюсь. Майор полиции, старший вещественного полномочия Иванов Денис Михайлович. Денис Михайлович, мы с вами виделись. Покажите удостоверение. Так, Денис Михайлович. Да, Денис Михайлович. Значит, почему вы, гражданин Мамаев, находитесь в помещении, значит, в пункте вакцинации без маски? Вы женщина тоже в маске. А мне нельзя вас спросить. Я уже сняла мне плохо здесь. Непроветривание, вентиляция. Объясните. Кому? Мне объясните. Зачем? Почему вы нарушаете... Ты кто? ...статью 20.6.1. Учисло уполномоченного уже есть. Ну и что дальше? Ты кто? Так, предлагаю вам, значит, проехать в отдел полиции для составления протокола. Отказываюсь от предложения. Это требование. Значит, предлагаю вам, пока я буду составлять протокол, значит, надеть маску. Серьезно, что ли? Да, серьезно. Ну давай, покажи. Давай, на тебя одеть? На вас. Не, давай на тебя надену. Давай на тебя надену. Попробуйте. Ну так ты тоже попробуй. Я вам предложил? Ну, говорю, попробуй. В случае невыполнения моих законных требований, имею право применить к вам физическую силу для задержания вас доставления в отдел. Так на, на, одевай. Вы оденьте маску. На, одевай. Ты хочешь мне силой одеть, одевай. Я применю вам силу для доставления в отдел полиции. За что? За то, что вы нарушаете закон. Ну, для этого и статья. Вы нарушаете. Оформляй протокол на месте. Протокол на месте. Я вам предлагаю одеть маску. Так на, одевай. Для заставления гражданина в отдел полиции. На каком? На каком? На каком? На каком? Вы отказываетесь одеть маску? Так на, одевай. Может, вы мне оденете маску? Владимир Владимирович, вам уже все разъяснили? Интересно, вы мне дали. А что, что ваш этот, Денис Михайлович, что не решился масочку надеть, а? Он вам предложил. Ты такой строгий у нас осмотрел. Погоны жмут, да? Денис Михайлович Ютуба насмотрелся, да? По поводу 19-3, или что он там хочет мне впаять. Ну, погоны жмут, значит, снимем рано или поздно. Я задержан? Да, вы задержан. Держим поясню. А почему у меня права не разъяснили тогда? А с кем я общаюсь? Представьтесь, что я там Денис Михайлович, я знаю. Милеев? Да, старший лейтенант Билеев. Эти фашисты в дело Калако сказали, что я их оскорбляла. Фашистами называл. Ну, там, короче, заявлены как-то. Я на них сейчас подал заявление, но просто, как бы, я не знаю, как у нас дежурный зафиксировал, это не зафиксировал, но талончик выдал. Я им сказала же, что по вам Нюрнберг плачет. Девочек послали пешим, пешим. Так давайте вы тогда заявление сейчас напишите на этого человека, который вам отказал в обслуживании. Вы же туда пришли для обслуживания, правильно? Пункт фанцинации. У вас же там конфликт возник? Да. Давайте я вам продиктую, что написать. Частковый консультируется с высшим руководством. Что же делать с Мамаевым-то, а? Как, извиняюсь за выражение, не обосраться? Так ведь? Если вы все думаете, что он все так получит, но ошибаетесь. Серьезно, что ли? Где он все равно делает? Я редко ошибаюсь. Но ошибаюсь, как любой человек. Хотелось бы ошибиться. Но, к сожалению, это так. Ну что, готовы? Денис Михайлович, час прошел, а вас все нет. Я три часа еще есть. Нету трех часов. Так, часов. Наставление читал. Денис Михайлович, наставление читал. Ты мне его прочитаешь? Ходит как обосранный. Я люблю, но доминировал хорошо. В отношении вас осталось два протокола по статье 20.6.1 за нахождение без маски в общественном месте в нарушении постановления 175-го и за невыполнение законных требований сотрудника полиции. За то, что вы отказались одеть маску, когда вас оттревали. В связи с тем, что вы нарушали закон. А именно постановление 175-го, постановление правительства Мурманской области. Вы имеете право ознакомиться с протоколом. Вызвать, значит, защитника себе. Заявлять ходатайства, отводы. Все, что предусмотрено протоколом. Знакомиться с протоколом будете? Это все? А что вам еще нужно? Так ты исполнил свои обязанности сотрудника полиции. Присаживайтесь. Я постою. Знакомьтесь с протоколом. Это все, что ли? Что вам еще нужно? Все, что ты мне сказал. Это все? Это ты целый час рожал вот этот вот несколько... Я составлял два протокола. Присядьте. Без меня составлял? Говорю, без меня составлял? Сейчас будем в вашем присутствии распечатывать протокол. Распечатывай. Присаживайтесь. Я говорю, постою. Что? Смешно? Делай 5 минут. Смешно говорю? Присаживайтесь. Расписывай, с тобой будете протокол? Ты все свои обязанности выполнил или нет? Нет, не все. Я тебе подсказываю. Фору тебе даю. Когда вы уже научитесь? Коап читал, что ты должен был сделать в самом начале. Денис Михайлович. Протоколе расписывался будете? Ты что-то заводил одно и то же, я говорю, процедуру выполнил. Процедуру выполнил. Уверен? Да, уверен. Хорошо зафиксировал. Зафиксировал. Узнакомьтесь с протоколом. Подпиши его. Я его подпишу после того, как вы его подпишите. Подпиши документы. Что ты мне даешь? Какие-то бумажки. Не имею еще никакой юридической силы. Ты потом перепишешь через какое-то время. Сейчас я возьму с твоей подписи. И после этого я сделаю определенные действия процессуальные. Хорошо. Чтобы ты потом не переписал. Это все, да? Что еще? Все. Все. С вашими правами обязанности его снять. Да? Это твое мнение, что ты ознакомил. Ведется видеозапись, как ты меня ознакомил. Так, это в чем тут у меня? 19.3, да? Часть первая. Так, седьмого-одиннадцатого года около 20 часов в помещении временного пункта вакцинация ТРК Романуто ТРК Роману находился в общественном помещении без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, маски или респиратора, нарушая правила поведения. Вот это, 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 так. Обязаньки исполняли разные при поведении живых. На территории Лунинского, на неоднократные требования одеть средства индивидуальной защиты и закрыть органы дыхания гражданин Номаев ответил отказом. А че, что врешь-то, а? Че, что врешь? Че, что врешь? Чем оказал неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции? Че, что врешь? В каком месте я был? В том. У вас видеозапись как раз имеется. Да. О том, что вам было предложено надеть маску, выдали вам маску, и вы отказались ее надеть. На, одевай. Вы оденьте маску. На, одевай, ты хочешь мне силы надеть, одевай. Предложено было несказаться. Это же средство индивидуальной защиты. Это и есть средство СИС. Серьезно, что ли? Да. Серьезно? А че ты на себя протокол не оформил? Присаживайтесь, расписывайтесь в протоколе. Я возьму протокол, спасибо. Возьмите. Спасибо. И не имею полное право. Да, дальше ты знаешь, что делать со своим протоколом-эземпляром. То есть, фальсифицируйте. Это со своей подписью я себе оставлю. Я считаю, что ты сфальсифицировал протокол. Хорошо. И за это ты будешь отвечать. Рано или поздно. Да. Право на фронт. Желаете воспользоваться? Пришли в яблоку и еще в бой. С целью уведомления блеск-кроссифика. Сейчас я позвоню, естественно, мне нужно дозвониться. С целью уведомления блеск-кроссифика. Я не знаю. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok